Девушки отдыхают Да, и тут слышу такое, думала сирена, испугалась, что что-то произошло. У тебя все в порядке? Помощь нужна? Во-первых, я не кричала. Во-вторых, да, случилось рождение сказочного таланта. В-третьих, ты все перепутала. Я не сирена. У сказочных сирен голос тоже ничего себе. Но сколько кораблей к дну пошло. Я ведь умная, красивая и, самое главное, добрая. Пусть кораблики там плавают. Я поющая русалочка. Русалочка? Что-то я рыбьего хвостика не вижу. И декорация неподходящая. Русалочки, как я помню, обитательницы водной стихии. Тебе петь нужно не в парке, а в океане. Желательно подальше от берега, людей и кораблей. Декорация, что не есть подходящая. Это же сам дворец. А если ты помнишь, русалочка, это дочь самого царя. Ей этот дворец по рангу положен. А вот именно сегодня в этом конкретном дворце прохупают самые хорошие голоса этого города и страны. Я планирую к ним присоединиться. Конечно, никакие русалочки и морские цари не обитают в этом знаковом для всех жителей Днепра месте. Настроился он, как вы знаете, для самой настоящей императрицы Екатерины Второй. И внутри здесь все действительно по-королевски роскошно. Спросите, для кого? Если не для августейших особ, вся эта красота. Ответ прост. Кроется в нынешнем названии. Это дворец студентов Днепропетровского национального университета. Он открыт для всех. Но особенно гостеприимно. Здесь встречают тех, кто молод, талантлив, любознателен и активен. Нам очень понравился ваш дворец. Какие у вас еще тут мероприятия происходят? У нас проходят очень много заходов, но все они проходят с карантинными ограничениями, то есть до 20 человек, если это помаранчевая зона. Но мы надеемся, что скоро все будут здоровы и придут до нас на больше большие заходы. А сейчас мы пригласим всех вас на тематичные, театрализованные, исторические экскурсии. Мы проводили их до Масляної, мы проводили до Новоречных свят, до Гелоевину. То есть мы каждого свята запрошуем новых гостей и буквально пару слов именно об этом фестивале. Цей фестиваль народился 5 лет назад. Мы хотели, чтобы он отличался от всех фестивалей, на которых мы были раньше. Это спелкувание жюри, это выступы и обговорения каждого участника, это слушные порады каждому виконавцу для удосконаления их виконавской майстерности. А еще это экскурсия, эксклюзивная для наших отзывовщиков. А еще это, конечно, настоящий свято, на которое мы запросили только участников этого года. У нас в этом году нет гала-концерта, но есть деньги-премии, которые будут вручены национальными. Фестиваль с поэтическим названием «Музичная созерия Украины» действительно объединил под своими сводами самых ярких звездочек в области вокального искусства. Причем география мероприятия весьма разнообразна и работа по подготовке проведена серьезнейшая. Из 150 заявок было отобрано 26. Фестиваль, довольно солидный, по размаху проходил даже в двух залах параллельно. Жюри оценивало академический и эстрадный вокал. Представители десяти городов Украины Киев, Кривой Рог, Днепр, Хмельницкий, Запорожье, Никополь, Житомир, Любатин сменяли друг друга на сценических площадках. Собираясь, как когда-то золушка во дворец, они, наверное, выбирали лучшие наряды. Строили планы, мечтали. Но мечтали не о прекрасном принце, а о достойной оценке жюри. Мы же, позабыв о своем служебном положении, превратились не в мышей, не в карету, а в восторженных зрителей и заслушивались. Иногда просто отрыв рты. Понимали, что очутиться здесь не в роли журналиста, а в роли участника фестиваля. Нам еще рановато. Поучиться нужно, поработать над собой. Вы сами послушайте. Хотя, может, для нас очень талантливых журналистов, Шерри сделает исключение. Пойдем знакомиться. Расскажите, пожалуйста, вы на многих фестивалях были, чем этот отличается от других? Я работаю членом жюри в многих фестивалях. И в Днепропетровске, и в Полтаве, и в Павлограде тоже, и в Днепропетровской области очень часто бываю на фестивалях, на конкурсах вокальных. Этот фестиваль, он за счет того, что он проходит в таком прекрасном зале, в таких замечательных интерьерах дворца, нашего любимого дворца студентов, попадаешь в особую атмосферу творчества, искусства, понимаешь всю красоту, какую-то первую, какую-то такую настоящесть вот этого момента. И дети раскрываются во много раз лучше, чем в обычных залах музыкальных школ или в залах творцов культуры современных. И это настолько вообще тепло, и такая атмосфера замечательная. Здесь, в этом конкурсе, я участвую как член жюри уже четвертый или пятый год, поэтому с удовольствием всегда приезжаю сюда и всегда дружная и теплая атмосфера. Это очень приятно. очень интересный фестиваль тем, что он проходит в Украине и украинский язык, наша мова самая соловьиная и самая спевучая, поэтому она очень сходная с мовой италійськой. И есть такая ария, там даже подозначили, сколько О и С, сколько голосных. Солнце низенько вечер близенько иду до тебе. У нас очень спевучая украинская мова, поэтому очень приятно на таких фестивалях всегда брать участь. И никогда у нас не было таких хороших интервьюеров, как сегодня. Если вам так понравилось, то возьмите меня к себе ученицы. При одному условии, если у тебя будут способности к этому, и огромное-огромное желание. Поза-поза в прошлом столетии этот дворец призназначался для самой императрицы. А сегодня каждый из нас, входя сюда, может ощущать себя его хозяином. Значит, я принцесса? Конечно, только петь здесь пока не стоит, очень громко. Здание это все-таки больше двухсот лет. А я немного подучусь и буду выигрывать абсолютно на всех фестивалях. Это прекрасная цель. Стой! Ты куда? В музыкальную школу записываться. Emergency music talk to